Микс Ньюс. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз Недели. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. После долгих разлук мы вас соединили с Вадимом Родионовым в этой студии. Добрый день. Да. И снова беремся за наше нелегкое, но благородное дело. Это программа Диагноз Недели. В студии работает Рель Рейзник Мартов, врач-психиатр. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев с нами сегодня. И мы сегодня поговорим о вере или об иллюзии веры. Даже не совсем об этом. Давайте немножко подробнее обо всем. В Американском университете Джона Хопкинса провели интересный эксперимент. Точнее, исследование. Собрали информацию, опросили по интернету, просили прислать сведения через e-mail или еще как-то. Всех людей, которые ощущали, в какой-то момент испытали то, что называется встречи с Богом. То есть, клиническую смерть пережили? Нет. Просто в результате каких-то духовных, религиозных практик. Люди ощутили непосредственно контакт с Богом. То есть, или им это показалось? Это важно. Как сразу оговаривают авторы исследований, они не считают, что их исследование подтверждает или опровергает существование Бога. Они не ставились такой задачи. Они ставились задачу посмотреть, как на людей действует вера в это. Это, на самом деле, не секрет уже давно, что религиозные люди, для них чувство какого-то большего благополучия в жизни более характерно, чем для атеистов. Потому что у них есть некая целостная, понятная картина мира. У них есть картина того, что их ожидаешь даже где-то после смерти. На этом все не кончается. То есть, у них есть продолжение этого сериала. Да. У них есть четкий кодекс правил, которым надо следовать, чтобы все было хорошо. У них есть молитва, которая, в общем-то, сродни медитации. А медитативные практики и практики осознанности уже давно используются при лечении различных психических проблем. То есть, это не новость. Но здесь сосредоточили не просто на вере, а на людях, которые испытали столкновение с… Кто-то называет Богом, кто-то называл это высшей силой, кто-то называл это посланником Бога, то есть ангелом. Кто-то называл это просто предельной реальностью или запредельной реальностью. Но что интересно, понятно, что люди с неким религиозным опытом это испытали, и это значительно снизило страх смерти. Это, по их описаниям, в общем и целом улучшило их психологическое состояние, их настроение и даже какие-то свои проявления себя в этой жизни. Но не только люди, которые в результате религиозных практик испытали эти столкновения с высшими силами, но и люди, которые испытали эти столкновения в результате употребления галлюциногенных препаратов. Как ни странно, выяснилось, что эти люди испытали примерно тот же эффект. Это связано с тем, что галлюцинация очень трудно отличима от реальности при определенной кондиции? Они считают, что для них эти препараты распахнули некий портал в другой мир, в другую реальность. Они стали способны благодаря этим порталам ощущать нечто, то, что не способны ощутить в обычной жизни. Ну, вспомним шаманов с их приемом различных галлюциногенных препаратов для того, чтобы попасть в мир духов и там совершать какие-то действия, влияющие на жизнь в реальности. Ну, рационально мыслящий человек, он же понимает, что это действие наркотических средств. То есть, он может это осознать после употребления. То есть, да, у него, возможно, была интересная или не очень интересная зависимость от его фантазии и путешествия, но, тем не менее, понятно, что стало стимулом для этого. Вы удивитесь, Вадим, но по их статистике после этих опытов, после этих ощущений, две трети, испытавших ощущения встречи с Богом или его посланцем, или вообще какой-то любой высшей силой, независимо от того, они это были ли до того атеистами или принимали препараты, две трети этого уверовали, что есть нечто за пределами этой реальности, нечто недоступное их пониманию до того, и вовсе-то называть их атеистами или материалистами уже, наверное, невозможно. То есть, получается, что в данной ситуации речь идёт о том, что человек ищет подтверждение своей веры, его находит, и, соответственно, он уже, в общем-то, не сомневается. Видите, ну, судя по всему, что это не совсем так, потому что я думаю, что люди, принимавшие галлюциногенные препараты, совсем не все искали подтверждение веры. Я даже не уверен, что она у них была. То есть, это такой элемент случайности в какой-то ситуации? Да, вот кто-то, отнюдь, судя по всему, не все, испытывают вот такое вдруг необычное состояние. Назовите его как хотите. Можно говорить, каким-то галлюцинаторным комплексом, можно говорить, внезапным просветлением, как угодно. Но факт, и это ещё раз, там, по-моему, в опросе участвовало 4 250 человек. И с галлюциногенным опытом, и с опытом просто религии. Что, кстати, интересно, что у людей с опытом галлюциногенным, по-моему, у 78% после этого опыта резко снизился страх смерти. У людей, верующих, которые к этому пришли не через наркотики, страх смерти снилось делать только у 50 с чем-то процентов. Но зато у них в дальнейшем это религиозное ощущение стало ещё более острой, постоянной частью их повседневной жизни. Ну, страх смерти является в данной ситуации такой отправной точкой, потому что человек хочет верить, потому что боится, что, в общем-то, физическая кончина – это окончание всего. То есть, ну, это такой старый, древний философский вопрос, а что с нами после? Если, да, что там за вот этой чертой те, кто верят, возможно, там верят в ад или в рай, те, кто не верят, ну, говорят о том, что там пустота, там ничего нет, но там нет осознания этой пустоты. И, соответственно, Эпикур ещё говорил о том, что смерть – это не про нас, да, потому что когда она есть, нас нет, а когда мы есть, её нет. Я думаю, что, конечно, исчезновение страха смерти и, скажем так, изрядное его ослабление напрямую связано с каким-то религиозным опытом. Ну, будем открыты. Если мы атеисты, то мы знаем, что мы – суть некая комбинация атомов, которая посмертно распадается и дальше ходит какой-то круговорот веществ в природе. Такой предел Хейфли, как это называется. На этом всё заканчивается. На этом все наши мечты и весь накопленный опыт, всё, что с нами происходило, куда-то уходит. В дистоверию от реинкарнации, как мы знаем. И тут вдруг появляется ощущение, что, оказывается, нет. Кажется, раз где-то есть эта вот сила, которая выходит за пределы нашей логики, которая выходит за пределы вообще нашего понимания. Этого мира и веры в что-то здесь происходящее. Простая вещь, у нас есть будущее. Непонятное, туманное, но будущее. То есть, в тот момент, когда остановится сердце и прекратится деятельность мозга, всё заканчивается? Нет. Кстати, недавно, по-моему, тоже американцы сделали у нескольких забитых свиней. Через несколько часов после смерти извлекли мозг. То есть, реанимировать. И большая часть мозга заработала. Побыв мёртвый уже какое-то изрядное время. То есть, можно включить. Да, это тоже даёт некие надежды. И вот я думаю, что, если задуматься вообще о страхе смерти, мы, конечно, от него всячески бежим. Но мы ведь боимся не смерти, а мы боимся именно процесс ожидания, опять же. Это кто чего боится? Процесс ожидания, как раз мы от него куда-то прячемся. Потому, что смерть-то мы не способны осознать. Ну, мы, как физическое тело, даже сознание, мы не способны это осознать. Соответственно, мы боимся чего? Неизвестности и ожидания того, что же там, собственно, будет. Ну, на самом деле, смерть – одна из немногих вещей, которую мы точно знаем, что она настанет. Мы не знаем, когда, как и какое она будет. Мы точно знаем, что она настанет. Она может защищаться врасплох. Люди её начинают уже дожидаться, потому, что они зажились на этом свете. Но так или иначе, мы знаем, что она придёт. И вот это знание, что рано или поздно свет погаснет и занавес опустится, наверное, оно всегда пугает. Это неизбежность. Конечно. Маленькие дети, заметьте, что маленькие дети, которые рано или поздно начинают понимать, что на свете есть смерть, они всегда пугаются, пугают к родителям. Человек говорит, как? А что это такое? Ну, я же не умру, всегда говорят дети. Ну, я же-то не умру. Ну, ребёнок взрослеет, когда осознаёт свою конечность, мне кажется. А в этом классике писали неоднократно, собственно, эти размышления. И вот мне кажется, когда мы в детстве осознаём, что мы умрём, что наша жизнь конечна, в этот момент и на всю жизнь начинается наша какая-то попытка справиться с этим страхом. Ну, мы пытаемся загнать его куда-то в глубины сознания или даже подсознаниями. Ну, просто включается огромное количество психологических защит, которые работают и по менее важным причинам. Но страх смерти ямко-то вытесняется. Ну, потому что мы будем каждый день думать, что вот ещё на один день ближе к смерти мы дружно сойдём с ума или покончим с собой, не дожидаясь этого момента. Есть интересное размышление, кстати, что они как раз, мне кажется, не из разряда защитных, но тем не менее вчера буквально в Фейсбуке я прочитал мнение одного человека. Он говорит, мне исполнилось 1 миллиард секунд. Соответственно, остался ещё 1 миллиард, ну, если учитывать среднестатистическую продолжительность жизни. Или там 20 тысяч дней. И, в общем, ты понимаешь, что это не так много. То есть, на Земле живёт 8 миллиардов человек. У Абрамовича гораздо больше миллиардов долларов. Чем нам осталось. Да, собственно, это даже секунды. А если говорить о днях, то это вообще, в общем-то, достаточно легко посчитать. Это очень мало. Как мы потом видим. Тем более, я думаю, что огромная часть нашей психической энергии посвящена борьбе с этим страхом. Что испытали люди, которые стали участниками этого мистического опыта? Это не просто, что они узнали, что на свете есть Бог или его посланцы, или ещё что-то. Люди в какой-то момент испытали, как они это всё описывают, ощущение единства с этим миром. То есть, не то, что я просто отдельная его частица, а то, что я часть некоего общего замысла, я часть некоей общей картины. Значит, у всего это есть замысел, логика, начало, развитие, будущее и так далее. Но есть ли конец, я не знаю, потому что, если мы говорим о богах, о боге с точки зрения авраамических религий, иудаизма, христианства и ислама, то Бог вечен. Если мы говорим с точки зрения религии, которую практиковали древние викинги, и боги погибают. То есть, вот в этот момент осознание своей сопричастности к чему-то огромному, к чему-то вечному, я думаю, что очень исцеляюще действует на человека. Это приносит очень много спокойствия. Я слышал мнение одного священнослужителя. Он сказал, что мы рассматриваем жизнь и смерть как начало и конец. Нужно рассматривать жизнь, в общем, как некое продолжение процесса, который не заканчивается со смертью. Всё это, ну не знаю, там, звенья одной условной цепочки. Мы просто переходим из одного состояния в другое, из одной, не знаю, жизни в другое и так далее и тому подобное. То есть, мы продолжаем. Наверное, если подумать о религии с точки зрения продолжения этой вечной жизни, ну, что обычно говорят различные религии? Ну, допустим, буддийцы, когда мы это бесконечно, цепочки перерождений. Никто, правда, тебе не обещает уж перерождаться человеком. Да, можно не повезти. Да, это уж как ты сложишь свою жизнь. Насколько я понимаю, в христианстве и, по-моему, в исламе тоже, я в нём плохо разбираюсь, есть понятие того самого страшного суда, после которого одни попадут в рай, одни попадут в ад, а некоторые будут в чистилище, по-моему, католику есть понятие чистилища, про славу, кажется, нет, хотя я могу заблуждаться. Но можно остаться между. Где человек проходит какое-то очищение, и рано или поздно попадёт в рай, но придётся для этого, как говорил товарищ Сухов, лучше, конечно, помучиться. В иудаизме, насколько я понимаю, есть понятие гейнома, где это близко к идее чистилища. То есть, ты пройдёшь какое-то очищение, но всё в итоге попадёшь к праведникам. Ну, а то какие-то совсем-совсем страшные злодеи навсегда истребляются и не имеют никакой доли, что называется, в будущем мире. Так вот, мне кажется, отсюда и понятие ада. Зачем оно ещё есть? Человеку есть гарантия вечной жизни, и ничто его не ограничивает. Вот этот вопрос в качестве жизни. Он же будет свинствовать. Да, в качестве жизни. Будет подарить себе всё, что захочет. В какой-то фантастике, где речь шла о мире, где все уже знали, что есть переселение душ, следующие жизни и так далее, там одними из самых страшных людей считались те, у которых было врождённое такое, как заболевание, отсутствие способности к перерождению души. Этим людям было нечего терять, они были самые страшные, потому что у них не было будущего, они могли творить всё, что захотят, им нечего бояться. Вот я думал, что когда люди переживают некий такой религиозный опыт, они понимают, что при соблюдении неких правил у тебя есть твоя доля в будущем мире, в будущей жизни. Но это ведь тоже самовнушение в какой-то степени. Это ведь ничего не доказывает. И, как мы говорили, уже опыт может быть вызван определёнными веществами или определённым состоянием психики или даже органики мозга в тот момент, и, соответственно, что-то видит. Но... Кстати, о веществах. Это же речь в этих галлюциногенных веществах. В последнее время они активно используются в экспериментах по лечению депрессии и по лечению посттравматических стрессового расстройства. Уже дальше всех продвинулся препарат кетамин, который используют тоже на дискотеках для каких-то весёлых ощущений. Его используют и для депрессии, и для лечения депрессии для посттравматического расстройства, МДМА, используют псилоцибин, часть галлюциногенных грибов, и, по-моему, вот этим опытом дольше, опыт СЛСД, тоже галлюциноген. Вот проводятся эксперименты. Кстати, учёные опять подчёркивают, что они ни в коем случае никому не рекомендуют практиковать приём галлюциногенных препаратов, пока они это исследуют в качестве будущей возможности производства медикаментов на этом основании. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Арель Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссёр Родион Волтарёв. У нас есть звонок, с него начнём эту часть программы. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Валиса. А вот как вы объясните, то, что российские народоборцы, потом Ира в Ирландии, они сознательно шли на теракте, на смерть, зная, что или сразу погибнут, или их потом казнят? Это что, своего рода религия, что ли, или как? Спасибо. Это хороший вопрос, Лариса, спасибо. Я как раз намеривался к нему перейти через какое-то время. Что я ещё хотел сказать, пока перешли на ваш вопрос. В этой теории меня два пункта показались такими сомнительными. Во-первых, если люди иногда практикуют приём галлюциногенов, исследуют таких целей, это, наверное, может дать такой опыт. Люди, которые, как говорят в народе, плотно сидят на всём этом, обычно люди далёкие от психологического и душевного комфорта, и, в общем-то, очень не близки к психическому здоровью. Возможно, страх смерти у них и уменьшается. Ну, и возникает вопрос, какой ценой это всё делается. Второй вопрос к нему возникает. Если галлюциногенный опыт, галлюцинаторный опыт после приёма химических препаратов, то это ощущение столкновения с Богом. Как мы знаем, есть ещё галлюцинаторный опыт, даёт свой опыт иногда встречи с Богом. Есть люди с психическими заболеваниями. И они разговаривают. У них, у которых есть психозы, и во время психоза человек может ощущать, что он напрямую слышит волю Всевышнего, что ему посылают ангелов или дьяволов, которые пытаются бороться за его душу с ангелами и так далее. Я думаю, что в этом случае вера в существование Бога, которая проходит вместе с приёмом нейролептиков, вряд ли как-то позитивно сказывается на ощущении психического комфорта и веры в светлое будущее. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Также звоните из-за рубежа код плюс 371 и напишите в WhatsApp 2306191. Врач-психиатр Арель Резник Мартов. Программа «Диагноз недели». Вернулись после небольшого перерыва. Отвечаю на вопрос нашего специального слушателя, уважаемой Ларисы, которая всегда, кстати, задаёт дельные вопросы, заметьте. Я думаю, что то, о чём мы говорим в первом плане передачи, то, что вера даёт человеку ощущение единения с этим миром, некая глобальная базовая идея, которая всё объясняет, которая даёт тебе некую перспективу и будущее. Я думаю, что есть идеи, которые при искренней вере в саму идею, в её будущее, даёт человеку нечто схожее. Это может что угодно, на самом деле. Звонок? Да, давайте примем. Да. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Александр, меня зовут. Да, Александр, слушаем вас. Мне было бы крайне интересно, как вы прокомментируете вообще явление стигматов, ну, католиков, это сейчас, православных, наверное, как-то в меньшей степени, католики, католическая церковь об этом говорит. И потом, всё-таки, я хотел бы сказать, что вера, именно вера в Бога, мы, честно, говорим о христианстве, она всегда что-то в человечестве, в цивилизации давала, развитие технологий, и так далее, и так далее. Если мы посмотрим, что музыканты ведут их, поэтов, я говорю, большинство людей, кто, скажем, писали музыку, что-то сочиняли, придумали люди достаточно религиозные. Скажем, она подчеркивает то, что вера в Бога, опять же, не подчеркивает, что в христианстве и в христианстве всегда людям что-то давала, не веря, не давала ничего. То есть, физизм ничего себе не дал, да. Спасибо вам, да, мы поняли вас. Вот, вера как стимул, что-то делать. Стигматов у меня нет чёткого мнения, но для людей верующих это проявление тоже контакта с высшим миром, есть понятие истероидной личности. И истерия способна загадочными механизмами действовать человеком совершенно по-разному, вплоть до имитации истерической беременности, истерической глухоты, слепоты, паралича и чего угодно. Кроме в случае со стигматами, всё-таки, будучи людьми материалистически мыслящими, я не могу исключить, что эти стигматы были причинены людьми сами себе, не знаю. Может, конечно, и вопрос чуда, но чудо на то и чудо, что повторялось редко и было непредсказуемо. Вот, кстати, те люди, которые, скажем, учёные скептически относятся к религиозным чудесам, они как раз находят в том числе и подтверждение, что, например, какое-то астрономическое явление происходило в тот день, который описан в Библии, и, соответственно, всё это можно объяснить с точки зрения расположения планет в этот конкретный период. То есть, вопрос в том, что кто хочет видеть чудо, он увидит чудо, кто не хочет видеть чудо, он может, в общем-то, найти этому объяснение тоже. Возвращаемся к вопросу Ларисы. Как мы видим, люди жертвуют свою жизнь часто ради идеи, в которую они искренне верят. Народоволец, о которых упоминала Лариса, люди, которые во время войны, так же, как Александр Матросов, кидались на какие-то доты. Люди, которые таранили своим самолётом вражеским, и погибали при этом. Подвиг Гастелло. Да, люди. Интересно, что то, что было подвигом, в японской императорской армии были целые части, которые им занимались. Те самые камикадзе, только разновидность сухопутная. То есть, люди, которые бежали по минным полям, люди, которые ложились на колючую пробку, потому что в них пробегали атакующие войска, люди, которые кидались и затыкали свои вражеские доты. То есть, это тоже было. Я думаю, что, конечно, идея… Мы сейчас очень много живём в мире, мы очень много думаем о ценности желаний отдельной личности, о ценности прав отдельной личности. Это даёт, наверное, возможности для развития той самой личности, для чувства защищённости и так далее. Но мне кажется, когда человек имеет… Неважно, он убеждённый коммунист, или он убеждённый фашист, или он верит в императорскую японскую семью, во что угодно, это даёт ему силы. Если мы говорим о боге, японцы всегда верили, что их император – это воплощение божества. Египетские фараоны их так и называли живыми богами. И, в общем, для народа, обожаемого правительства, правительство было чем-то вроде божества. Кстати, к Сталину многие испытывали похожие чувства. Личность и восприятие его как не совсем человека, хотя коммунизм исключал религиозное учение. Поэтому мне кажется, что чувство для человека сопричастности к некой великой идее, даже необязательным, наверное, верующие коммунисты или верующие кто-то ещё вряд ли не верят, что их ждёт теперь посмертная какая-то жизнь и будущее. Но во что они точно верят, что их смерть не напрасна. – То есть, это вопрос смысла, получается? – Да. Я думаю, что ощущение бессмысленности своей смерти очень тесно связано с чувством бессмысленности бытия, мне кажется. Когда в бытие человека проникнута идея, пусть даже ложная, честно говоря, это даёт ему огромное наполнение смыслом. – То есть, это то, о чём писал Островский, как закалял искать, чтобы не было мучительно больно за зря прожитые годы. И, наверное, человек, который погибает за эту идею или сам, или убивая кого-то, увы, то, что делают современные террористы зачастую, тот человек знает, что он делает это, он останется в чьей-то памяти. – Но это история бесплощения, получается, потому что верующий человек, он верит, что умерев, он попадёт и, в общем, продолжит своё существование. В раю, в аду, ну, там, каким-то образом, в зависимости вот того, насколько глубоко человек вовлечён в эту религиозную составляющую, а человек, который умирает ради идеи, он ведь не рассчитывает на то, что будет продолжение. – Идея, я думаю, что вот то, что описали, этот опыт единения с миром, ощущения себя частью некоего огромного замысла, не одинокой песчинкой, а частью этого замысла, я думаю, что это даёт не только мысль о том, что ты не умрёшь, это даёт именно тот самый смысл. – А что тебя будут помнить, может быть? – Не только, я не просто случайно родился и случайно умру. Это смысл, я воплощаю в жизни некую идею, от которой благодаря мне что-то в мире поменяется к лучшему. Я думаю, что это очень тесно связано с идеей смыслов, потому что идея посмертного бытия, она для нас очень туманна. Мы не знаем, как это, что это, мы надеемся, что что-то там будет происходить, что мы не проведём остаток вечности в котлах с кипящей водой, а мы проведём где-то даже что такое рай, никто толком не знает. – Ну, там, где хорошо. – Да. – В нашем земном представлении, кто-то. – Да, или, например, так или иначе люди считают, что мы в итоге сольёмся с Богом в нечто единое целое, и это будет совершенно другое состояние. Это не будет, как у примитивных викингов сеть в Алгале, пить, есть и регулярно рубить друг друга в куске, потом воскресать, делать всё то же самое веками. Страшная перспектива, если вдуматься. – Ну, мы ведь представляем то, что потом, исходя из тех представлений, которые есть у нашего сознания, то есть из нашего опыта, из нашей жизни. Ну, религия нам, окей, рисует какие-то, может быть, картинки, мы можем там босоха посмотреть картину, что там в аду происходит. Но, тем не менее, ведь как в большой физике или в большой науке, многие вещи мы не можем осознать. Например, я буквально вот на днях написал пост на Фейсбуке, обратился к физикам, которых у меня много, среди знакомых друзей, в том числе достаточно выдающихся, и спросил, а что, собственно, было до большого взрыва? – И некоторые ответили, а Бог его знает. То есть, вот истерия, когда мы не можем объяснить какие-то вещи, они не укладываются в наше представление. Есть какие-то там объяснения, сингулярность и так далее, но тем не менее. – В общем, эта идея Бога тоже не очень укладывается в наше представление. Даже если мы говорим о том, что Бог – это нечто совершенно за пределами теоретического понимания. Все брали, скажем, богов античности. – Это то же, что люди, только они наделённые куда большими возможностями. Они бессмертны, а так и всеми человеческими пороками. – Это марвеловская история. – Они мстительны, они похотливы и так далее, и так далее. – И они многие согрешились с людьми, потому что сын Бога и сын человек. – Они-то не считали Бог грехом. – Ну да, дело такое. – А Бог даже тот, который по представлениям верующих совершенно не похож, он нечто, что правит вселенными и так далее, всё его наделяют человеческими чертами. – По образу подобию. – Мстительностью, ревнивостью. Да, это известная фраза кого-то из энциклопедистов французских, что Бог создал человека по образу и подобию своего, и человек отомстил ему тем же самым. – Вот вчера я смотрел интервью Владимира Познера с Наумом Хомским, известным, самым известным, наверное, лингвистом в мире, и Владимир Познер всегда задаёт в конце своего интервью вопрос, оказавшись перед Богом, что вы у него спросите или что вы ему скажете. И Хомский сказал, почему ты так плохо сделал свою работу. Ну, собственно, такой вопрос, такой ответ. Ну, это, конечно, такая игра интеллектуала, но тем не менее. – Познер, по-моему, говорит, я бы его спросил, как тебе не стыдно в такой момент. – Не стыдно, да. Но Познер-атеист, он, кстати, опять же, это очень укладывается в тему нашей беседы. Мы задали ему вопрос, в нашей программе «Абонят доступен». Может ли что-то заставить его поверить Богу? Он сказал, если произойдёт что-то, что я не смогу объяснить. – Может быть, я уверен. То есть, он этого не исключил? Но пока этого не произошло как-то. – Может быть. Кто-то, по-моему, Киркегор или кто-то, что человек обычно уверует в Бога, когда у него наступает стадия какого-то отчаяния в жизни. Человек ищет Бога. Ну, как мы видим из этой нашей передачи, из информации, что иногда люди верят в Бога, испытав некий мистический опыт, некоторое мистическое озарение. Не так уж важно, оно инициировано приёмом химических препаратов или каким-то просто религиозным опытом. Я думаю, что всё это опять о том, мы упираемся в проблему поиска смысла. Мы себе находим какую-то тему, что кто-то, мне кажется, один из видов смысла для любого человека – это то, в чём он хорош. Человек хороший в науке, в литературе, в музыке, ещё в чём. В любом хорош, и он видит, мне кажется, есть же и религиозные люди, которые считают, что это они воплощают тоже божественный замысел. – Да, Бог разговаривает через, не знаю, виртозов Москвы, например. – Да, например. – Которые хорошо играют. – Есть люди, которые как? – Помните, был когда-то Джоакома Свонарола, который считал, что он несёт слово Бога через борьбу со всеми, когда заставляли людей сжигать предметы искусства, предметы роскоши, и он считал, что это наилучший способ борьбы. Есть люди, которые находят смысл в разрушении во имя великой идеи, есть, которые находят смысл в созидании во имя великой идеи. – Но это трактовка, потому что, если мы берём Ветхий Завет, то можно там найти, что Бог – он не милость. Соответственно, можно быть Ветхозаветным таким проповедником или Новозаветным. Более гуманистический настрой. – Да и загадочный стоит, потому что взял вопрос интерпретации. В Ветхозавете тоже упоминает в каких-то вещах милость Бога. В Новом Завете Бог милостив, но почему-то именем милостивого Бога совершили крестовые походы, костер-инквизиции, ещё много всего. – Мне кажется, это очень важно в вопрос интерпретаторов, потому что всегда есть некое учение, есть люди, которые его толкуют и по его, и рекомендуют жить согласно ему. А что это за люди, и какую форму приобретает религиозный людей, преломившись через их сознание, это уж как кому повезёт. – Ну, вера всё-таки, если говорить с точки зрения психического здоровья, это скорее благо для человека? – Я думаю, что да. – То есть верить, значит, быть более здоровым, более сбалансированным? – Я думаю, что вера явилась у самых разных людей. У них людей вы видели, читали, у них людей, для которых вера – это способ утворить какое-то добро, приносить мир людям, заботу людям, помощь страждущим и так далее. Есть люди, у которых вера – это способ терзать себя и окружающих бесконечными требованиями, бесконечными указаниями. – То есть соответствовать чему? – Ну, я думаю, опять вера, как всё, что накладывается на личность человека. Может, кто-то может с помощью веры себя улучшить, перестать быть злобным, перестать быть завистливым. А кто-то ставит для… кто-то находит в своей злобе и агрессии объяснение в вере, и тогда происходят очередные или кровопролития на мировом уровне, религиозные войны и так далее. Или это люди, которые во имя своего бога взрывают и убивают. Как кому повезёт? Ну, вот Алексей Уминский, протеерей, который был также в нашей программе, он сказал, что… я задал ему вопрос, почему именно религиозных фанатиков так много, потому что он говорит, мы работаем с абсолютом, а там, в общем-то, всё это достаточно сильно обостряется. Ну, человек убеждён в своей правоте, ему легче этого периода. Я думаю, что даже атеист, по большому счёту… ну, атеизм тоже вера своего рода. Но атеизм – это такое воинственное отрицание. Я думаю, что атеист… Астагностики, которые… Атеист – интеллектуал вполне тоже выстраивает свою картину мира, в которой этот мир наполнен смыслом, которому не обязательно мыслить категориями греха или выполнения заповеди для того, чтобы ощущать, что твоя жизнь имеет осмысленность. Ну, я не верю в Бога, я верю в человека. Вот так примерно звучит лозунг атеиста. Ну… Или в человечество. Это хороший термин. Ну, вы знаете, любой лозунг, он звучит очень абстрактно. Начинаем примерять его к реальности, как показывают современности, исторические события. Из хороших лозунгов получаются такие чудеса, что к диву даёшься. В любом случае мы видим, что человек ищет ориентиры. То есть, атеист, он агностик, он верующий человек, всё равно ему нужен какой-то внешний ориентир, получается. Иногда человек ищет ориентиры. Иногда человек, мне кажется, от ощущения бессмысленности бытия начинает творить ужасные вещи и с собой, и с окружающими. И ужасные вещи – это не всегда кровопролитие или серийные убийцы или ещё что-то. Я думаю, что мы знаем очень много людей, жизнь которых наполнена таким в той или иной степени бесконечным потреблением чего-то. Неважно, сколько им позволяют деньги, потребление чего-то эксклюзивного, очень дорогого и редкого, или потребление чего-то а-ля фастфуд во всех сферах, в сфере искусства, питания и так далее. То есть, это попытка заполнить пустоту, что ли? Наверное. Мне кажется, одно из самых ужасных последствий отсутствия веры и отсутствия смысла – это жизнь, которая, в общем-то, в любой момент может прерваться, этого не сильно пострадает ни сам человек, ни окружающие его люди. То есть, просто исчезнуть с поверхности Земли, как Цветаева в своё время. Наверное. Писала в реквиме. Наверное. Поэтому о чём этот эксперимент для нас ещё раз? Мне кажется, он о том, что мы всё равно, неважно, мы практикуем какие-то религиозные верования, или мы практикуем эксперименты с наркотиками, или вообще ничего этого не практикуем, делаем ещё что-то, мы всё время ищем вот это вот чувство единения с миром. Вот в тот момент, когда он нас настигает… Кстати, у некоторых появляются, я узнал, люди, которые просто вышли утром на лужайку, покрытую росой, слышали пение птиц, или солнца, просто пронзило ощущение целостности с этим миром. То есть, переосмысление может произойти в любой момент? В любой момент. Не знаю, почему он тебя настигнет. Мне кажется, то, к чему, наверное, стоит стремиться, это к поиске осмысленности и целостности. Декаданс, упадок и так далее. Всё-таки это было в моде, периодически снова приходит в моду. Но, мне кажется, очень тупиковые вещи. Даже здесь можно черпать какую-нибудь энергию, но энергия распада, как энергия в атомных бомбах, энергия ядерного распада, это энергия разрушения. Но человек всё-таки, он находит продолжение в своих детях, в людях, которые его любят, которые его будут помнить, когда он умрёт? Вадим, будем откровенны? Ещё там, не знаю, 3-4 поколения. Да, может быть, и меньше. Кто-то будет про меня говорить, а вот где-то такая, это был такой прадедушка Ариэль, был доктором когда-то, а ещё пока Илья вообще никто не вспомнит. Но ведь, нет, мы говорим, конечно, когда вот эта фраза, которая с детства, я впервые, по-моему, её услышал, о том, что обессмертил своё имя. Это речь идёт о великих писателях, которые остались в веках и после смерти. Ну, мы помним Достоевского, допустим. Человек, он был своеобразный, но мы его помним, потому что он талантливый писатель, и он много чего написал. Ну, ведь в воспоминаниях, не знаю, своих детей и внуков понятно, что да, наверное, 3 поколения, но мы будем жить, или это всё-таки нет? Вот это нельзя воспринимать. Я думаю, что нам очень хочется в это верить. То есть, мы хотим, чтобы нас помнили. Я думаю, у нас, скорее всего, вот если нас застанут правнуки, то они какое-то время будут нас помнить. Но уже, наверное, без любви. Ну, может, смотря на сколько мы успеем по присутствию в жизни. Их мы будем помнить. То есть, они нас будут помнить. А дальше… Ведь это наше ДНК. Это наше продолжение. Даже если не будет этого эмоционального восприятия нас как ушедших, но тем не менее мы остаёмся в них. Да. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживёт и ткление убежит. Значит, когда мы с вами лиры, Вадим, у нас получается сегодня. Ну, будем надеяться. Ну, что ж, главное прожить эту жизнь со смыслом. Так я понимаю. Вот такой философский сегодня у нас получился эфир. Диагноз недели. Резник Мартов, Вадим Родионов и звукорежиссёр Родион Золотарёв.